если все это одно и когда я слушаю вас я слушаю себя то кто задает вопрос сознание задает вопрос о себе сама то что выглядит для нас на поверхности реальности как процесс задавания вопросов и ответов на них это на самом деле нечто происходящее как часть пробуждения сознания на планете нет ничего на самом деле что так выглядит на поверхности на поверхности есть вы сидящие там я сидящий здесь кто-то задает вопрос я отвечаю на вопрос если вы пройдете глубже то конечно же все это часть единого движения пробуждающегося сознания здесь нет меня и вас вы и я если вы пройдете достаточно глубоко сливается воедино так что снаружи это выглядит как будто кто-то спрашивает и кто-то отвечает но что на самом деле представляет из себя эта деятельность это часть пробуждения сознания вот и все и все имеет место внутри одного единого сознания так что это не вы задающий вопрос я отвечающий на вопрос и в конечном счете даже не вопросы и ответы просто пробуждение сознания почему так много более и страдания в мире если есть божественное всезнающее сознание как она может позволять детям рождаться в настолько ужасных обстоятельствах местах таких как судан и подобных что мы дать полный ответ на вопрос человеческого страдания или страдания других существ также требовалось бы полное понимание цели вселенной на концептуальном уровне являющимся уровнем на котором оперирует человеческий ум никакое человеческое существо этим пониманием не обладает и никакое человеческое существо не может им обладать потому что абсолютная цель вселенной идет далеко за пределы того что может быть понято посредством созданных умом концепций так что никто не может дать абсолютного объяснения но мы можем найти приближение проблеск понимания цели страдания человечества на планете так что я буду стремиться дать вам такой проблеск понимания это не полное видение не может быть такой вещи для концептуального человеческого ума полное понимание возможно но она полностью за пределами концепции таким образом нет ничего что я мог бы вербализировать это никогда не концептуализировать это невозможно так что когда вы смотрите на человеческое страдание вы начинаете с вашей собственной жизни потому что если что либо что вы можете выучить и выучили из вашей собственной жизни и так когда я даю ответ я смотрю на мою собственную жизнь и вижу страдание через которое прошла эта форма какова была цель всего этого и сейчас я могу видеть очень ясно я не мог этого видеть посреди страдания моё страдание было больше психологическим но она может быть настолько же интенсивным как и физическое страдание я не понимал какова цели когда я был посреди страдания сейчас я вышел из страдания и я понимаю что без страдания моё сознание мы не пробудилась от отождествление с формой эго и мыслями так что я могу очень ясно видеть что мне нужно было пройти через это чтобы случилось пробуждение если бы я не был пронзен этим страданием сознание бы не пробудилась я бы не сидел здесь разговаривая с вами и вы бы не сидели здесь слушая меня и таким образом очень часто когда вы задаете все объемлющие вопросы вы начинаете с вашей собственной жизни потому что как говорится как верху так и внизу как внизу так и вверху так что чтобы получить проблеск цели вселенной очень часто взгляд на свою собственную жизнь может оказать огромную помощь потому что то что истина в жизни индивидуума будет также истина на вселенском уровне или масштабе так что тогда я могу видеть также на протяжении многих лет ко мне приходили многие люди подтверждавшие что то что я пережил страдание следующие за ним пробуждение случилось также и с ними многие многие люди не пришли бы к этому учению если бы не было предшествующего страдания страдание привело их не обязательно к этому учению но к духовному измерению во многих случаях не к немедленному пробуждению но к открытию к началу процесса пробуждения многие многие люди говорили мне что если бы не было того что произошло со мной смерти любимого если бы не было серьезного заболевания которым я ограничен потери всех моих денег и моего дома работы различных страданий если бы я не стал бездомным если бы не было всех этих зависимостей которые почти прикончили меня если бы не было всего этого меня бы здесь сейчас не было так что у нас уже есть небольшой проблеск того что происходит с индивидуумом место страдания в индивидууме и давайте посмотрим может ли это быть применено и как это будет работать если это можно применить к большему масштабу к человечеству в целом вопрос формулирован способом который часто используется но часто люди заменяют слово сознание словом бог если есть божественное всезнающее сознание как она может позволять детям рождаться в таком ужасном страдании этот вопрос как я говорил задавался в немного отличающихся формах много раз это общепринятый вопрос если есть бог как он может позволять все это страдание детское и тому подобное рождаться в страдании вопрос подразумевает что там есть бог а здесь разворачивается жизнь которая включает страдания так что вопрос подразумевает что есть некая контролирующая сущность где-то которая способна либо позволить это или другими словами не вмешиваться или способна устранить страдания людей но не делает этого и затем люди приходят к всевозможным заключением если бог может облегчить страдания но не делает этого тогда бог должен быть злым и люди затем пытаются найти ответ на вопрос не осознавая что сам вопрос уже содержит ошибочные предположения и ошибочные предположения заключается в том что есть бог там и остальная жизнь разворачивающиеся здесь внизу бог или божественное сознание как у нас он здесь где-то еще контролирует вещи но бог или божественное сознание присутствует в каждой форме жизни бог присутствует как суть того кто есть я. Бог присутствует в самом сознании того, кто я есть и кто ты есть. И Бог есть в каждой форме жизни, в каждом человеке в различной степени. Сознание, единое сознание. Так что в этом смысле вы можете сказать, что… И опять я даю лишь проблеск, неполное объяснение, они невозможны. Что в каждом человеке, который страдает, Бог страдает также. Бог страдает в этом человеке, и как этот человек, можно сказать. Это не окончательное объяснение. Я должен сказать это снова, так что будьте внимательны. Я только даю вам маленький проблеск для рассмотрения. Страдающий Бог. Не звучит ли это немного знакомо? Где я раньше это видел? Страдающий Бог. Ну да, последний раз, когда я был в церкви, я видел страдающего Бога на кресте, приквожденного к кресту. Вот где я видел это. Так что может быть очень глубокая правда в этом изображении, что было вокруг долгое время. И как некоторые люди говорят, даже предшествовало христианству изображение страдающего Бога. В этом может быть некая правда в этом изображении. Вероятно, ее не вербализировать. Это архетипический образ. Мы называем этот архетип Иисусом или Иисусом Христом. Но если Иисус архетип, то Иисус есть каждое человеческое существо. И страдание – это архетипическое страдание, которое возникает, где бы сознание не отождествлялось формой. Сознание входит в это подобное сносостояние отождествления с формой. Таким образом, эта кажущаяся индивидуальной форма больше не осознает своего божественного источника единой жизни, только временным, очень мимолетным выражением которого она является. И если бы форма знала это, тогда это было бы концом страдания, если бы вы знали ваш безвременный вечный источник. Но большинство людей не знают этого. Другое ошибочное предположение, лежащее в основе этого вопроса. Это то, что каждое человеческое существо – это отдельная сущность с отдельной тождественностью, идентичностью. Но каждый человек – это только мимолетное выражение единого сознания. И таким образом, страдание, которое казалось решенным смыслом, когда мы смотрели на индивидуальную жизнь, которое может длиться только год, месяц, несколько месяцев, или может быть очень короткой, загубленной преждевременно. Страдание, которое выглядит решенным смысла, когда мы смотрим на человека как на отделенную сущность. Но когда мы принимаем во внимание возможность, что кажущееся отделенным человеческое существо может быть временным выражением единого, того, что лежит в основе всего, тогда допустимо принять возможность того, что все человеческое страдание – в конечном счете страдание Бога, когда Бог пытается прийти в этот мир. Это схождение, то, что иногда называется схождение сознания в материю. И все страдание может быть частью процесса пробуждения человечества. Родовые муки пробуждающегося здесь сознания. И пробуждение – это разодождествление с формой. В этом случае, потому что мы уже видели роль страдания в жизни индивидуума, если это применить к тотальности, тогда каждый кажущийся индивидуальный человек, который страдает, это страдание не проходит впустую. Оно кажется ненужным, если вы смотрите на этого индивидуума как на абсолютно отделенного. Но этот индивидуум един с тотальностью, он есть временное выражение единого. Каждая форма страдания в конечном счете – часть процесса пробуждения. Или предшествует ему. Или является неизбежным процессом, без которого пробуждение человечества не происходило бы. Это не значит, что страдание не должно быть облегчено, где бы вы с ним не столкнулись. Потому что часть пробуждения, конечно же, это осознать, что вы и другие в конечном счете одно. Таким образом, вы можете чувствовать страдание другого человеческого существа почти что как свое собственное. И затем вы помогаете, что тоже часть пробуждения. Так что это уже присутствовало здесь на протяжении двух тысяч лет, как архетипическое изображение Иисуса на кресте. Иисус есть каждое человеческое существо. И также, как я указывал ранее, крест – это не только символ страдания. Крест также – символ божественного. И в этом у нас на самом деле есть объяснение того, что в действительности никто не может выразить словами. Но изображение может быть гораздо более могущественным. Для этого не нужно использовать концептуальные структуры ума. Но я говорю об этом сейчас, потому что силы этого изображения стало почти утеряны. Крест – это символ страдания, и в то же время крест – символ Бога или божественного. И в этом вы можете видеть в этом соседстве или слияние этих кажущихся несовместимыми вещей страдания божественного в одно. В этом уже содержится объяснение. В этом уже есть ответ на ваш вопрос. Здесь подразумевается нечто глубокое, а именно, что божественное и страдание имеют одну цель. Божественное страдает, когда оно отождествляется с формой. И это создает эту реальность, на которую все духовные учения указывают, как она непредельно реальна, неокончательно реальна. И когда индивидуум пробуждается и оглядывается на его или ее страдания, это немного похоже на то, как будто вы пробудились ото сна. И тоже применимо к человечеству в целом. Когда случится коллективное пробуждение, люди оглянутся на собственную историю и осознают, это было как сон, ставший кошмаром. Но это была необходимая стадия в эволюции сознания. Так что кажется, что в нашей реальности, в этом измерении, можно почти сказать, происходит процесс. Бог становится более проявленным в наше измерение, когда люди пробуждаются. Божественное сознание приходит более полно в это измерение. И процесс более полного прихода божественного сознания в это измерение влечет за собой то, что выглядит для нас как страдание. Конечно, Бог есть безвременная, непроявленная жизнь. Бесформенная, непроявленная, безвременная жизнь, лежащая в основе всего проявления. В этом измерении ничего никогда не происходило с Богом. Бог полностью, совершенный, абсолютно вечен и безвременен. Но когда мы смотрим на Бога с нашей чрезвычайно ограниченной перспективы, тогда в этой сфере кажущихся физических форм это выглядит для нас, как если бы был процесс развития в Боге сознания. Другими словами, нам кажется, что мир становится более сознательным постепенно. Это рост сознания через формы. Поначалу всегда дождествленного с формами. И затем сознание, которое осознает свою собственную внеформенную суть. И это поразительно. И каков результат всего этого? И опять я только даю отражение, непредельную истину, потому что вы не можете понять это концептуально. В буддизме есть высказывания, звучащие так. В конечном счете и в конце концов, каждая травинка, даже каждая травинка, станет просветленной. Это значит, что судьба физической вселенной, кажется, в пределе осознать себя как Бога. И это называется концом света. И это также конец этого ответа. Я в тисках сильного страха и тревоги. Этот человек спрашивает. После многих лет медитаций и всех перипетий жизни, сейчас я в тисках интенсивного страха и тревоги. Кажется, что они были всегда, а сейчас лишь стали более интенсивными. Пребывание с ними, позволение им быть, кажется, что это их только усиливает. Но страх, тревога, что тоже форма страха, очень распространены. У некоторых людей, у многих, он пребывает на заднем плане постоянно. И я бы сказал, что есть некоторый уровень страха, даже если вы не осознаете его, если вы тотально отождествлены с эгоистическим умом. В вас будет присутствовать страх, хотя бы на заднем плане. Он может проявиться в других формах. Он может проявиться как выражение гнева. Если вы присматриваетесь к гневу, вы обычно обнаруживаете скрытый в основе гнева страх. Если есть страх, то одна из важных вещей – это, конечно же, направить ваше внимание на него. Вы признаете, что есть страх. Первый важный возникающий вопрос – есть ли какие-либо мыслительные процессы, связанные с этим страхом? Другими словами, каковы мысли, которые производят ваш ум в то время, как вы чувствуете страх? Возможно ли, что определенные мысли, которые вы думаете часто или по привычке, производят страх? Возможно ли, что вы проецируете себя в следующий момент, в будущий момент, безостановочно, пытаясь контролировать что-то, что вы не можете контролировать? «Что со мной будет?» или создавая воображаемые сценарии потери. Вы можете страдать. Этого не происходит сейчас, но это может произойти. И множество вещей, которые мыслительная активность, чрезмерная мыслительная активность часто создает. Сценарии того, как все будет идти не так. Чего не происходит сейчас и может никогда не случиться. Вероятно, часто никогда и не случается. И часто, когда это происходит, с реальной ситуацией легче иметь дело, нежели с воображаемой ситуацией в вашем уме. Потому что нет ничего, что вы можете сделать, никаких действий, которые вы можете предпринять, чтобы исправить воображаемую ситуацию. За исключением того, чтобы перестать ее думать. Но если реальная ситуация возникает, вы встречаете ее лицом к лицу, вы направляете ваше внимание, и вы предпринимаете действия, которые вам нужно предпринять. Но воображаемая ситуация, вы полностью на ее милости, так как она существует только в вашем уме. Итак, вам нужно видеть, создает ли ваш разум страх, думая, исполненный страхом мысли, проецируя себя в будущее. В этом случае вы можете видеть, «О, таким образом я создаю страх». Из-за того, что мое тело не может увидеть разницу между реальным событием, происходящим снаружи, и тем, что производит мой ум. Итак, когда я думаю мысли, «Моя жизненная ситуация критична», это то, что, по сути, говорят вам ваши мысли. Мое тело верит, что это в действительности правда, что вы находитесь под угрозой в этот самый момент. И тело не знает разницы, когда тигр находится в комнате, и когда угрожающее присутствие – это только ваши мысли. Тело реагирует одинаковым образом, и когда реальная угроза находится в комнате, и когда лишь ваши мысли создают то же самое. Даже учащенное сердцебиение, одышка, из-за того, что вы думаете, исполненное страхом мысли ночью. У меня это было годами. Ужасное состояние. Это безумие, расстройство. Ничего не происходит. На самом деле ничего. Тихая комната. Ничего. Это все происходит в уме. Так что, если это тот случай, смотрите, вам нужно перехватить мысли, потому что они будут вызывать страх. И как вы перехватываете мысли, осознавая их бесцельность и деструктивную природу этих мыслей, и делая выбор в пользу того, чтобы выйти, сделать шаг из них. И что вы делаете, чтобы выйти? Первое, вы не верите своему уму, который говорит, «Нет, ты не можешь выйти, ты должен думать, непрерывно думать». Нет, вы выходите и делаете осознанный вдох-выдох. Или помещаете ваше внимание во внутреннее энергетическое поле тела, осознанно выбирая забрать внимание из мышления. И вам может понадобиться быть действительно бдительными, чтобы сделать это. Если вы погружены в поток ума, то может даже быть так, что он настолько мощный, что вы просто не можете выкарабкаться из него. Он обладает таким гравитационным притяжением, утягивающим вас. Но, по крайней мере, вы знаете, что это то, что происходит. Это стадия, в которой вы еще не можете помочь себе, но, по крайней мере, это начало. Начало разотождествления с этим, когда вы знаете, что это то, что происходит. Таким образом, есть, по крайней мере, часть вас, которая знает, что это не абсолютно реально. Этот страх производится моим умом. На этих ранних стадиях вы можете быть еще не способны выйти из этого. Это может быть настолько сильно, что вы полностью охвачены этим. Но, по крайней мере, вы знаете, что вы охвачены этим. Гораздо хуже быть охваченным этим и даже не знать этого, потому что вы настолько отождествлены с этим, что это абсолютно реально для вас. Так что, даже знать, что это происходит, это уже шаг вперед. И затем, вероятно, спустя какое-то время, энергия освободит себя на немного от этого. И тогда вы можете начать говорить «Окей, вы будете выходить из мыслей, этих исполненных страха мыслей, потому что они создают страдания». И вы делаете осознанный вдох-выдох. И еще один. И еще. Затем начинайте ощущать внутреннее энергетическое поле тела. Это как будто огромное бремя вдруг упало с плеч. Затем вы осматриваетесь. Это форма пробуждения из полного отождествления с мышлением. Это на самом деле пробуждение. И вы можете наблюдать это в себе. и вы становитесь «Ох, так приятно». Это как кошмары. Наверное, каждый переживал пробуждение от ночного кошмара и ощущение такого облегчения от того, что вы в кровати и в безопасности. И то же самое, когда вы выходите из исполненных страха мыслей и становитесь присутствующими. и затем смотрите. Мысли будут пытаться утянуть ваше внимание обратно в них. «Иди, иди сюда». И затем может прийти одна маленькая мысль. Следуете вы за ней или не следуете? Если вы идете за ней, тогда «О, все так плохо». И еще возможно также для некоторых людей, что страх возникает и вы не можете обнаружить никаких мыслей, создающих его. Он просто появляется где бы вы ни были. В какой-то момент внезапно появляется интенсивный страх. Это тоже возможно. И это, конечно же, то, что я называю телом боли, что есть скопление старых эмоций, живущих в вас. И есть множество людей, для которых их тело боли проявляется в основном как тревога или страх. И оно может появиться внезапно. Но обычно затем оно перетекает также в ваш разум, производя исполненные страха мысли. В некоторых случаях некоторые из вас еще страдают от этого вторжения. Некоторые из вас могут быть способны видеть, как ваши мысли генерируют страх по привычке. Или вы можете обнаружить, что страх у вас возникает спонтанно и затем обычно производят дальнейшие исполненные страха мысли. И это тело боли, которое хочет кормиться дальнейшим переживанием того же самого, что и составляет его жизнь энергетическая чистота страха. Вы можете чувствовать, на что похож страх, как он ощущается. мы называем это чистотой. Он ощущается, иногда тело в действительности выражает его тряской. Я показываю вам все это, потому что не хочу, чтобы чистота осталась всего лишь концепцией в вашем уме. Я хочу дать вам почувствовать вкус того, что означает чистота. Итак, это чистота. И затем у вас есть иная чистота, чистота присутствия. Ничего не поменялось снаружи. Это та же комната. Вы в абсолютно иной реальности в том же самом месте, в абсолютно ином мире в том же самом месте, как только вы сдвигаетесь от одной чистоты к другой. И это касается не только случаев, когда вы находитесь в своей комнате одни. Это также касается взаимодействия с другими людьми. Потому что если присутствует страх как чистота или как преобладающая чистота, то это втекает в то, как вы интерпретируете другое человеческое существо. Оно окрашивает ваше восприятие, ваше интерпретирование других человеческих существ. Вы будете фокусироваться на том, что у них неправильно. вы будете чувствовать угрозу с их стороны, что вы атакованы ими. Вы будете говорить негативно о них. Эмоции может полностью окрасить ваш ум. Другими словами, она делает вас глупыми по сути. неважно, даже если ваш ум звучит очень интеллигентно разумно, когда вы говорите, но в основе вероятно есть термин эмоциональная разумность. Я не искал, что он в точности означает, но я полагаю, что это подразумевает, сколько у вас есть осознанности. И если имеет место недостаток осознанности, ваше мышление полностью окрашено эмоциями. И таким образом это мышление становится дисфункциональным. Оно дает вам искаженную картину реальности. И затем оно также полностью определяет ваши действия, то, как вы будете действовать в определенных ситуациях. И это уже больше неразумно. Вы становитесь реактивным. И эти вещи происходят, когда вы не осознаете. это чистота. Таким образом, чтобы выйти, видите. В некоторых людях страх возникает спонтанно, как старые накопления, по-видимому, не вызванные мышлением, но затем вызывающие определенные виды мышления. Или может быть, что очень четкая мысленная активность производит страх из-за полных страха воображаемых ситуаций. И страх возникает как результат, потому что тело не понимает разницы между реальностью и умственной активностью. Этого человека, спрашивающей, здесь нет, так что я не могу задать ей дальнейшие вопросы. Но я предполагаю, что в ней страх возникает спонтанно. И она говорит, она пытается пребывать с ним, но кажется, что это не работает, потому что она говорит, что становится хуже. Если нет связи с мышлением и страх возникает спонтанно, то в этом случае вам придется пребывать с ним, осознавать, что страх появляется. И один мощный способ иметь с ним дело, и вероятно вопрошающее не вполне это еще дело, пользуйся этим, чтобы избавиться от страха, что может быть не самым полезным подходом, если это глубоко сидящий страх. Но довольно мощный подход это позволить ему быть здесь, не желая, чтобы он был каким-либо иным. Есть страх, вот он. Не говоря, что вы не хотите его, просто позволяя ему быть. Вот он. И это очень часто приводит к сдвигу, когда вы не сопротивляетесь этому вообще. Вы можете даже делать это с более общими вещами, такими как несчастье. Вы чувствуете себя таким несчастным. «О, у меня несчастная жизнь», и так далее. Один подход, который вы можете применить, это «Окей, я несчастлив, я не против того, чтобы быть несчастным, так что позвольте мне быть несчастным». И если вы полностью принимаете что-то, вы можете обнаружить, что оно меняется. Что угодно, что вы полностью принимаете, меняется. страх, так что если вы полностью принимаете страх, вы можете обнаружить, что есть интенсивная энергия, потому что страх и есть интенсивное энергетическое поле, но вибрирующее на не очень приятной частоте. Но как только вы полностью принимаете это, эта же энергия внезапно ощущается интенсивно живой. Так что сначала это страх, и затем вы привносите тотальное принятие в него, и внезапно пойманная в ловушку энергия становится освобожденной энергией. И затем вы больше испытываете не страх, но интенсивную живость. И затем если есть ситуация, с которой вам нужно иметь дело, и где-то это вы были заблокированы своим страхом. Если вы полностью принимаете страх, тогда внезапно у вас есть достаточно энергии, чтобы справиться с ситуацией. Это то, как страх может быть трансформирован в полезную энергию. Вы должны принять его сначала, и затем осознать, что та же интенсивность тревоги, интенсивность энергии, которая была в тревоге, становится просто интенсивной энергией. Она больше не является неприятной, частота изменилась. Так что это то, с чем вы можете экспериментировать. Был кто-то, кто сказал, здесь нечего бояться, кроме самого страха. Я не помню кто. В этом есть некая мудрость, имела место озарения. Звучит